МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как проходит? Нуженародный комисс. Вы спрашиваете очевидное, потому что хосеврите, он плохо не может проходить. Организаторы здесь очень серьезные, во главе с главой муниципального образования СССР. В совместном с нашими ребятами из муниципального спорта, с специалистами. Это уже для нас обычное явление. Мы не можем плохо проводить, тем более тот день, когда в преддверии таких серьезных мероприятий, как турнир проходит, когда через неделю уже состоятся выборы президента Российской Федерации, одним из кандидатов является именно Владимир Владимирович Путин, на чьи призы сегодняшний международный турнир под дзюдо. И потому она не может быть плохо организована. И я думаю, что надо сказать огромное спасибо и главе муниципального образования города Ходжи, и всем, всем, кто приладил луку для того, чтобы именно этот турнир состоялся. А турнир состоялся. На самом деле вы видели открытие, вы видели, как президент нам участвовал, вы видели, какой фитинь пречествовал. И поэтому я думаю, что будет все нормально. А вы довольны выступлением наших тудоистов? Ну как не может быть довольны? Первый дебрест и первый дебрест золото. Ну а как? И одно бронзо. Я думаю, что еще не раз нас порадуют наши тудоисты. Я поздравляю Мурата Абдулаева, питомца Хосовертовской школы имени Батирова, мол, это двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. Этот парень растет изо дня в день. И я уверен, что если не в этой следующей Олимпиаде, он нам и кое-кому нервы почестит. Абдулаев, Мурат Абдулаев, с ним борются представители Старопольского края. Абдулаев чемпион, неоднократный призер первенца России, серебряный призер первенца Европы, то есть мастер спорта. Абдулаев, Мурат Абдулаев, с ним борются. Кубка Европы, тренируется по руководству конца Николина Камон-Михайловича. Старопольского края госостава. Пока у них идет разведка, они друг друга, видно, знают. Они почти оба мастера спорта, оба мастера спорта, оба призеры Европы. Тут даже Старопольский Григорианц, перец Европы. Кубка Европы, победитель Кубка Европы по молодежи. Да, я думаю, достойные ребята вышли в финал. Дагестан, судья лишь в новой категории. А Дагестан, финал, есть сколько человек? В Дагестан, в финале двое. Еще весит 66 килограмм. У нас вышел финал Абдул Жалилов. Он призер мира тоже по молодежи. Чемпион России был. Наши школы Каспийские будут завтра в тяжелом весе выступать. Когда одинаковые соперники, они больше ждут, кто кого поймает. Это тоже такой вид спорта, который... Азиро зашипся, все уже там он... Соперники не прощают ошибки. Бороться надо пять минут, да? Пять минут чистого времени. Вот обеим двойное замечание... Два раза замечание сделали, это уже считают. Еще два раза сделали, снимают обеих. А так, вы сами предпочтения кому даете? Одинаковые они. Титул одинаковый. Ну, смотря кто из них сейчас в форме, и тот, думаю, выиграет. До финала кто лучше шел? Тот чисто шел. И этот тоже хорошо шел. В этом весе... В этом весе... Ура! Вот, видели? Чистым броском. Авдулаев поднял и выиграл. И стал победителем, чемпионом в весе 60 килограмм. Достойно. Достойно. Поздравляем. Поздравляем, да. Поздравляем школу Катирова. Первый. В прошлом году не один победитель был. Думаю, в этом году два будет. А Бжалилов тоже очень хорошо шел, почти все схватки выиграл. Ну, через минут 20 видно. Не завтра, а сегодня. Я понял. Завтра посмотрим, и ваш ученик тоже. А, хорошо. В школу команд приехала. И как проводится? Сегодня в спорткомплексе имени Гамеда Гамедова проходит четвертый международный турнир на призы председателя политической партии «Единая Россия» Владимир Владимировича Путина. На свежий турнир приехало 15 команд, 8 зарубежных и 7 команд с региона в России. Состав команд очень сильный. В командах имеются призеры Кубка мира, призеры чемпионата России и других многих соревнований. Нынешние соревнования совпали с президентскими выборами 4 марта. Поэтому сегодня прошел также митинг. Митинг нашел в поддержку кандидата президента от «Единой России» Владимир Владимировича Путина. Владимир Владимировича Путина, мы знаем, сам дзюдо есть, большое внимание выделяет развитию дзюдо, поэтому мы тоже решили поддержать подчинь Владимира Владимировича Путина и организовать такой турнир, весомый турнир в поддержку его. А дагестанцы как выступают? Дагестанцы выступают блестяще. Блестяще выступают. Я желаю им успехов. Где-то три финалиста у нас сборной Дагестана. Удачи вам! Спасибо вам! Дагестанцы выступают. Дагестанцы выступают. Дагестанцы выступают. Дагестанцы выступают. С директором школы дзюдо и вице-президентом. А как выступают наши ребята? Ну, ребята выступают неплохо, подготовлены тоже хорошо. И соревнования наших ребят готовились отдельно к сбору специально к этому турниру, так как уже четвертый раз проводится такой турнир. Это праздник для нашей республики, для дзюдоистов особенно. Я хотел бы поздравить всех, кто присутствует, кто приехал к нам, участвовал спортсменов, тренеров и представителей. Но турнир, конечно, проходит нормально, хорошо, и наши ребята тоже есть финалисты, есть призовые места будут бороться. Ну, в общем, организаторские работы каждый год проводятся лучше и лучше, и участники увеличивается. Много стран, сейчас или семь стран участвуют сейчас на сегодняшний день. Вот каждый год увеличивается стран. Она, я думаю, будет со временем турнир, такой значимый международный турнир, который будет приезжать многие спортсмены, ведущие разных стран. Спасибо. Весе 90 килограмм идет борьба за третье место. Ибрагимов, Дагестан, участвующий Кабардино-Балкария. Кто из них выиграет, занимает третье место. А в дагестанцы не вышли, да, в финал? В финал в этом весе в дагестанцы в финал не вышли. Я же вам тогда же сказал, что у нас есть в этих весах на чемпионат мира готовиться там. Не пришли основных составов наши. За неведение борьбы наш Ибрагимов обвели замечание. Это, видно, травму получил. Когда захваты берут, кимоно, чтобы взять, он, видно, попал в этот палец. Но он отошел у него, это все видно. На том ковре идет борьба за третье место. Два дагестанца в божественном месте сегодня. Дзюдо на живот не оценивается броски. Это раньше было. Дзюдо оценивался на... Сейчас на живот броски не оценивается. Крепкий орешек, да? Да. Международный турнир слабый. За третье место не борются. Они более-менее в своих республиках, видно, занимают там призовые места, может, чемпионы. Когда борются два одинаковых уровня, там, сдаются, они особо такой... Борец за синем кимоно хотел делать бросок через спину, но не получилось у них. В данный момент Ибрагимов проигрывает. Если он сейчас не прибавит, осталось уже две минуты борьбы. Можете бросок делать? Конечно, может. Зюдо такой самый вид спорта, который в любое время, в любой момент, если расслабиться, может сделать бросок. Если удержание, там тоже победа считается, да? Удержание, зато 25 секунд, это чистая победа. Если удержал, больше 15 секунд. Это 5 очков. Юко. Если удержал 20 секунд, в Азаре полпобеды. И 25 секунд, если удержал, это чистая победа. Разницы нет, что так бросок сделал, выиграл. Или это удержание сделал. Сейчас удержание держит. Сюда есть синем кимоно, держит удержание. Если он удержит сейчас, 25 секунд, значит он выиграет. Сдался. Не стал до конца. Значит, его Кабардинице третий месяц далее. И там Кабардинице, и здесь Кабардинице, да? Финальная пара готовится. Шадов Гассиев. Позднее окончание. Финальная схватка весит 90 килограммов. Подготовиться к выходу к наградному столику призеров и победителей в весе 90 и 100 килограммов. Видите, удержанием чистой победы. Когда ли бы победил Савир Гучавшин, республика? Так, у нас прошел четвертый международный турнир. Часть Владимира Владимировича Путина. Ну, я считаю, что у нас прошел турнир удачно. Без травм, без ничего. Результат вчера у нас два первых. Один в 60 килограмм парень стал Абдуллой и Мурат. Победил в 66 килограмм от Куджиева. Абдул тоже стал первым на этом турнире. Абдул Рахманов. Шамил так доволен выступлением наших ребят, да? В общем, да. Готовится к гаси и зима камеры. После этого они куда поедут? Здесь какие-то календарные планы 2012 года. У нас в этом году сейчас эти же ребята, которые отобрались, которые выиграли чемпионом, которые стали. У них сейчас буквально через месяц будет чемпионом России до 23 лет. Они готовятся к чемпиону России до 23 лет. И оттуда отбор на Европу, на мир. Удачи вам. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон»! Второй день проходит в городе Хасаюрте международный турнир на призе Владимира Владимировича Путина. Субтитры подогнал «Симон»! Большой наплыв, чем в прошлом году, в этот год, приехало много команд. Словения, Турция, Армения, Таджикистан, Россия отдельной командой и Дагестан. Ну, думаю, каждым годом больше и популярнее становится этот турнир. Как Саид Башев Маханов сказал, этот турнир, я говорю, доведу его до класса А, как кубок мира. Как вольную борьбу они проводят, хотят довести. Этот второй день, думаю, еще будет двое, по-моему, вышли в финал в тяжелых весах. Судейство как проходит? Судейство проходит на высшем уровне. Ну, бывают маленькие замечания, но мы не справляемся. Пока идет на высшем уровне свидетельство. Удачи вам! Спасибо! Без султанов Малуна, Чеченская республика. Синим кимонор, Битию, Давид, Южная Осетия. Ведет финальная пара в весе 100 килограмм. Представители Чеченской республики и Южной Осетии. Участник белым кимоно, мастер спорта, чемпион Южного федерального округа, призор России. Синим кимоно, тоже мастер спорта Южная Осетия. В этом весе было дагестанцев, но проиграли. У нас основной состав в этом весе на сборах. Они готовятся вот буквально на завтра. Они уезжают на пенис России по молодежи, который будет проходить в Сочи. Ну, пока в этой схватке ведется... Ну, разведка друг друга там, они, видно, знают. Не одно ракадное, видно, в Южном федеральном округе встречали. Ну, сейчас покажут, кто из них будет. Сколько весов было? Сегодня три веса. На ковре судят судья олимпийской категории Бондар и Сыктывкар. Каждый год она приезжает, поддерживает этот турнир, подняет уровень. Сыктывкар, боковой судья, судья международной категории, СПА-мира. Другой боковой судья тоже из братского Азербайджана, судья международной категории. Ну, каждым годом уровень дзюдо, турниры растет. Сейчас, пока оценок не было, ну, идет разведка. Судор разрешается, удушающий, сверху, снизу. Лишь бы позвоночник, чтобы не повредили, а так... Это без Султанова, по-моему, они два брата, да? Здесь два брата были. Один Мавлет, другой... Вот видите, Егеев. С ним кимоно, взял бросок, который оценивается юка. Юка, она как пять очков, но она не добавляется. Даже если можно сделать пять юка, ну, один в Азербайджане сделает, то тут выигрывается, кто сделал в Азербайджане. Осталось два с половиной минуты, выигрывает участник с синим кимоно из Южной Осетии. Замечание. Нырок. За руку, за руку, снизу это замечание дает... Видите, два... У него было замечание, это белым кимоно. И они еще один леды дали, и в Азаре пошли, он выигрывает. Пол победы выигрывает участник с синим кимоно, Дегеев. Видите, он сняли. Четвертое замечание Ханзо Кумаке, это значит, снимает соревнование. Это считается сложной победой. Видно, участник недоволен. Он проиграл. Да. Сняли его за неправильные захваты, когда при борьбе. Мешал бороться. Сам не боролся, мешал другому с ним кимоно. Но в этой встрече сложную победу, считается, как чистая победа, сняли его, победил Давид Дегеев Южной Осетии. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Дегеев Южной Осетии. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 В полпобеды выиграл Рашид Алиев в Дагестане и занял в самой престижной тяжелой весовой категории третье место. Субтитры создавал DimaTorzok